Друзья, всем привет! Сегодня у нас погожий весенний денек и нам предстоит укладка кварцевого ламината на деревянный пол. Соответственно, мы поговорим о подготовке деревянного пола перед укладкой, о том, нужна ли подложка для кварцевого ламината и как ее стелить. Потом получается выбор и свойства кварцевого ламината, плюс, естественно, будет монтаж и немного о кварцевом плинце. То есть, будет такой полный обзор, объемный. Я уверен, на многие вопросы вы для себя сегодня ответите. Это не материя, этого нет в таблице Менделеева, это гребаные сказки. Я понял. Начнем с самого главного. То есть, кварцевый ламинат это гибкая SPC плита, обычно состоящая из винила и кварцев. Конкретно сейчас в кадре видите продукции компании FAB, то есть коллекция Comfort XXL. То есть, это ламинат больших размеров, который и быстро, и, соответственно, удобнее укладывать, я считаю. Все стандартные плюсы производители обозначают на коробке. Дополнительно можно посмотреть, естественно, спецификация. То есть, у нас это кликовая система, то есть замковая, всегда выбирайте именно ее. Кварцевый ламинат на 100% влагостойкий материал, он, соответственно, не боится влаги, идеально подходит для системы теплых полов. Вот этот момент тоже всегда держишься в голове, потому что часто у нас на канале об этом спрашивают. Высокий класс авиосостойкости, соответственно, он и антивандальный, не боится проявления агрессии от ваших домашних животных. Это тоже важно. И у него довольно большой срок службы. То есть, производитель обозначает 25 лет. Я профи. Вам не нужны профи. Касаемо ламината фарга, то есть, естественно, в описании будет ссылка. Большое количество коллекций, большое количество расцветок. Каждый для себя что-то может для дома подобрать. То есть, переходите. Там уже, касаемо дизайна, выбирайте сами. Выбор, или получается, такой светлый, она достойный, классический. Переходим к подложке. Бытует такое мнение, что подложка под кварцевый ламинат, так как он гибкий, не нужна. Я с этим в корне не согласен. Я считаю, что подложку, хотя бы по двум важным моментам, надо обязательно достилать. Прежде всего, подложка, тем более плотная, именно она нужна под кварцевый ламинат. Причем плотная и тонкая, где-то полтора-два миллиметра. У такой подложки очень хорошая звукоизоляция. Помимо всего, в теплоизоляции, кто понимает, тоже присутствует. Плюс подложка выравнивает небольшие неровности пола до одного миллиметра. Это важно. Сейчас в кадре, опять же, видите подложку фирмы Fargo. То есть, это готовая система. У нас тоже будет Fargo. Она из пенополистирола. Помимо того, что она плотная, выравнивает поверхность. У нее хорошая устойчивость на давление. Она также идеально подходит для системы теплых полов. Так как пенополистирол одновременно является, помимо всего прочего, также пароизоляционным материалом. Это я напоминаю. Подготовка пола или, как в нашем случае, деревянного пола. То есть, основание должно быть стабильным, однородным, несыпучим, сухим и обеспыльным. Для дерева это практически всегда на самом деле применительно. Но тут я хочу разбить в прах еще один существующий миф о том, что под кварцевый ламинат не нужны ровные полы. Это не так. То есть, ровность пола должна быть сопоставима по качеству, например, с подготовкой под классическим ламинат. То есть, перепады минимальные. Иначе никакая вам там подложка или сам кварцевый ламинат. Все это безбожие не строят. Понемногу накатывая на монтаж. Осталось обсудить, наверное, последний вопрос. В каком направлении кварцевый ламинат укладывается? Любой ламинат, если вы хоть немножко интересовались этой теме, укладывается по линии света. То есть, вот у меня окно, ламинат лежит перпендикулярно ему. Тогда возникает другой вопрос. А как начинать укладывать подложку? Ведь она идет у нас вперед перед монтажом кварцевого ламината. Соответственно, подложку всегда рекомендуется укладывать в противоположном направлении. А в идеале по диагонали. Тогда швы на подложке и кварцевом ламинате не будут совпадать. Это тоже, я бы не сказал, что прям критично. Но все-таки важно. Подложка раскладывается легко. Пенопольстирол имеет практически нулевые линейные расширения. Можно укладывать стык, хотя я обычно между листами стирола все-таки делаю небольшие технологические зазоры. Чем склеиваем? Лучше всего делать это фальмирным скотчем, ну и вот таким армирным скотчем для труб. То есть, что этим мы получаем? Мы получаем целиковый контур, то есть пароизоляционный. То есть, такой скотч препятствует проникновению пара через стык пенопольстирола. Допустим, предположим, укладываем пенопольстирол под классический ламинат. Под него, как вы знаете, для соблюдения гарантийных обязательств производитель требует делать пароизоляционный контур. Соответственно, такой материал с проклеенными правильно швами сам по себе является пароизоляцией. Что еще замечу, помимо того, что уже сказал. Обычно я, когда укладываю на систему теплых полов, пенопольстирола подошка, я еще делаю и перфорацию. То есть, производитель как бы об этом ничего не говорит, но мы как-то со временем пришли именно к такому умозаключению. То есть, и теперь мы все стыки аккуратненько проклеиваем. То есть, два ряда расстелили, спокойно проклеили. Главное, чтобы подложка не наезжала друг на друга, чтобы не было переключений. Конечно, можно проклеивать и обычным бытовым скотчем, он тоже пароизоляционный материал. Если можете найти фольгированный, ничего не выдумывайте, спокойно делайте именно это. За кадром я немножко посмотрел на замки кварцевого нашего ламината Fargo. Сразу скажу, что они не всегда одинаковые. То есть, здесь структура замков немножко другая, чем у классического ламината. Плюс еще, получается, сами замки немножко идут в другом направлении, чем мы привыкли. Даже если смотреть на какие-то другие кварцевые модели. Вот так вот. Также удивился, что ламинат можно укладывать в Fargo и слева направо, как мы привыкли, так и справа налево. Учитывая, что замки перевернуты, если мы будем использовать классический, излюбленный вариант слева направо, то на нас будет смотреть не широкий паз замка, а именно короткий. Но, учитывая, как я и говорил, структуру замков, никакой проблемы в этом нет. Естественно, укладка идет в самые вильные части. У нас получается от двери, а подрезки идут в дальнюю сторону комнаты. И начиная мы, причем, от дверного проема, здесь тоже есть о чем поговорить. Где у нас будет стык ламината и других, получается, напольных покрытий. Также обращу внимание, что если у вас большие поверхности пола, там, от 100 квадратов, то технические зазоры, как бы, получается, и рассечки, кувартового ламината тоже нужны. Ну, тут уже лучше почитать структуру. У нас, как бы, небольшие комнаты есть, как бы, получается, пороги. То есть, все легко. Сам стык производится под серединой дверного полотна. Обычно это со стороны, где стоит дверь, это 2,5-3 сантиметра вглубь от дальней стены. То есть, я разметил, по сути дела, у меня ламинат пойдет именно вот так. И сейчас я отмечаю у нас первый рез с учетом, что технические зазоры должны быть 6-8 миллиметров, ребята, не меньше. Также отдельно обращу внимание, если уж мы говорим о технических зазорах, то если вы работаете с системой теплого пола, то они должны быть выше, не меньше 10 миллиметров. Если вы делаете меньше, то есть при расширении ламинат может упираться, соответственно, в стены и вздыбриваться. Поэтому отдельно тут надо будет продумывать и подбор плинтусов. Ну, как я говорил, мы о них еще поговорим. Это будет идеальный подбор. Резать квартиру ламинат несложно, можно сделать как болгаркой, например, лобзиком. Или у меня есть для вот таких вот фигурных фрезов, всегда в другую архель варитолу, очень удобно. Поэтому спокойно сейчас вырезаем эту подвеску и возвращаемся к первым нашим палкам квартиру. Итак, первую палку положили, напарник ее держит, одному все-таки сыграть не очень сподруче, тем более на камеру. Теперь стыкуем, получается, первую и вторую палку. Делаем это под острым углом 15-20 градусов. Заводим, легко заводится, видите, малый паз в широкий. Стыкуем, чтобы у нас, получается, совпадали палки и не спеша опускаем. Очень просто, никаких тут не надо, блин, манипуляций. Просто если я образовала щелочка, чуть подоткнули и все. Даже подбивать здесь ничего не надо. Соответственно, у нас под рукой всегда есть набор начинающего укладка на поле покрытия. Называется набор для ламината в одном гипермаркете, можно его встретить. Соответственно, где-то 40-50 сантиметров, чтобы упирались в те клинышки, стену, не давая ламината при забивке наш технический зазор потерять. Естественно, что при укладке квартового ламината сохраняется правило смещения между рядами. Обычно смещение, то есть идет первая полоса, вторая, естественно, идет уже в разбежку. Смещение идет наполовину, получается, палки, на треть палки или две третьих палки. Никаких стык-стык, второй и первый ряд, тем более последующие, не должны быть. Это просто грубейшее нарушение. Но есть и другой путь, назовем его экономичным. Ну, то есть мы выложили всего две палки, тема хорошая, получается, Фарбер XXL. И у нас приходит подрезка. То есть она не маленькая. То есть это 44 сантиметра уже на нем самотехнического запаса. Это хороший вариант. То есть мы сейчас отрезаем 44 сантиметра, а вторую палку перекидываем на следующую линию. Также я забыл вам сказать, что, учитывая, что на широкий паз идет к стене, широкий гребень мы вот этот срезали принудительно, чтобы, как бы, если у вас вдруг штукатурка, он тоже не упирался, получается, в стену. То есть этот момент предусматривать. Вроде мелочь, но будет неприятно, если что-то пойдет не так. То есть отрезаем, вставляем так же и начинаем второй полосу. Вторую линию набираем сначала отдельно полностью, а потом уже с напарником. У нас два стыка и одного хватит. Если длитная полоса, то я не знаю, сколько там напарком нужно. Смотрите по ситуации. Сейчас я пол, который у меня получится с отрезок вставляю, так же 15-20 градусов. Собещаем. Собещаем. И легким движением наши штаны превращаются. Шотные. Ладно. Шутки-шутки. Теперь поднимаем. То есть одна рука на одной палке, вторая рука на второй палке. Аккуратно заводим паз. Здесь угол может быть чуть больше. Первые две линии самые сложные в плане стыковки, потому что первый пытается постоянно приподняться. Подложка упасть. Вот у меня это как бы защелкнулось. И потихоньку опускаем. После того, как опустили опять же подложки расставки, чем больше будет плоскости готового ламината, тем как бы проще будет составлять следующую каждую. Главное не потерять, получать технические зазоры. Обращу внимание, как будто это прям действительно надо обратить внимание, на качество стыка на ламинате фарго. Не всегда, скажу честно, меня стыки такие устраивают. Но конкретно сейчас линия собрана, мы еще собирались за кадром. То есть никаких щелочек дают, никаких зазоров нет. Это очень важно. Потому что именно качество замков многих, как бы получается, обывателей, покупателей зачастую смущает. Животрепещущий момент, это как обойти красиво трубы. У меня есть всего один вопрос. Как? Идеально, когда радиатор снимается, у нас просто дождя две трубы. Мы спокойно выбираем диаметр сверла. Смотрите, нужна биометаллическая коронка. И технические зазоры вокруг трубы, то есть тоже 6-10 мм, в зависимости от основания пола. Если теплый пол в полах, надо этот технический зазор выдержать. В нашем случае у нас получается есть там перемычка. Вырезать просто два отверстия мало. Поэтому я еще при помощи реноватора, скажем так, сделаю такие вот подводочки. И теперь получается можно отогнуть, вставить. То есть как-то все это протащить. Вот, сейчас мы помучимся закадом и пойдем дальше. Я думаю, вернемся мы уже на последнем ряду и поговорю подробно о плюсе. Ребята, типа вот так вот получается. Хотя можно было чуть-чуть сюда сместить отверстие. Не будем уже выдумывать, потому что здесь есть уплотнительная лента. Ее потом либо срежем и поставим в заглушки и специально такие зачелкиваемся. А там уж, в принципе, заказчик, я думаю, что-нибудь придумает. А мы посоветуем. Как и обещал, я показываю, получается, кварцевую племицу с фаргой. С той же, соответственно, серии. В цвет нашего ламината. То есть такой ламинат тоже просто в монтаже. И, соответственно, закрывать где-то до двух сантиметров зазоров. У него еще есть возможность, сейчас я покажу торец, то есть он не фигурник. При необходимости он, учитывая, что клеится, можно, в общем-то, скажем так, угол наклона сварить. Единственное, что тут необходимо и что можно оставить сложности, это, получается, зарезание углов по 45 градусов. То есть по всему периоду, в углах, в нем-то их я имею в виду. Для этого потребуется, конечно же, торцевая тыла и желательно хорошая. Разрешите представить, наша гордость, получается, Айнхель. Аккумуляторно-торцевая пила Лиссоло. Соответственно, очень неплохой функционал. Естественно, аккумуляторная система, никаких проводов. Есть подсветка, есть лазерный луч, что удобно иногда при пилении. Получается, как и положено, у нас станина ездит. Есть отличная функция, соответственно, наклона по 45 градусов уже в другой плоскости. Тоже будем периодически применять. Соответственно, есть мешок для отведения от пилок. Можно подключиться к системе пылесоса. То есть все как положено, все по фэн-шую, любо-дорого работать. Ну, а сейчас от пилим, получается, плинтус. Как это делается? Давайте, ребята, сделаем образцовый рез один. Получается, естественно, плинтус клеится уже после обоев. Надо клеить его до, у нас-то еще предстоит сделать. Выставляем, получается, стол ослабляем на 45 градусов. Это с учетом, что у нас углы 90. Если у вас углы не 90, лучше измерить угломером. И уже получается на столе выставлять нужный вам угол. То есть вы мерите угол, делите его пополам. Соответственно, это нужно, наверное, расстояние не будет. Ставим плинтус. Тут как важно. Надо поставить плинтус, как он в последствии будет, соответственно, стоять на стене. То есть и угол наклона тоже неимоверно важен в этом случае. Если у вас широкий, то есть получается отступы, и вы решили сделать в следующем наклоненном, проверьте, ребята. Все это клеить на жиркие гвозди, последствия. Можно выставить все, что угодно. Так что желательно всегда запилить, как он в последствии будет на стене, так и не желательно, обязательно. На торцевой пиле есть стопор, получается. То есть это важно. То есть я стопор откидываю и потом только нажимаю. Все это сделано для безопасности. Естественно, нужен напарник, который, получается, с той стороны придерживает плинтус, чтобы его не перекосило вверх. Либо, если вы работаете один, как-то его придется вам выставлять, что я не советую делать в общем-то. Пилим. Ребят, кожух тоже фиксируется кнопкой, его тоже отжимаем. Последний ряд кварцевого ламината. На самом деле, часто именно этот момент становится камнем преткновения для многих ребят, которые пытаются делать ремонт своими руками. Но я подчеркнул, что последний ряд кварцевого ламината намного проще устанавливать, чем обычный. Для этого ламината. Потому что кварцевого ламината просто элементарно гибче. А так все те же, то есть, получается, скажем так, механики. То есть мы вырезаем, получается, ламинат. У нас тут небольшая полоска. Ну, тут у нас кровать, соответственно, с запасом, чтобы был технический зазор. Так же, получается, все соединяем за кадром. Вот, под углом 20 градусов заводим большую вторую палку. Юр, там, на конце, Юр сразу подрезку тоже ставил. Ставил? Да. Молодец. И теперь так же аккуратненько получается, вставляя наш замок. То есть он гибче, мягче. И никаких проблем, по идее, у нас быть не должно. То есть вот, есть щелчок. Все можно сделать и руками. Если не получается, взяли застоп. Он так же есть в наборе с ламинатом. Вот это набор для ламината. С ламинатом его нет в наборе. И если не получается с защелком по каким-то причинам, то взяли застоп. Он есть так же в наборе для ламината, который я вам рекомендую взять. И прошли в днике ямочкой в нужных местах, где есть зазорочные подведи. Все, укладка готова практически. Но, еще пару слов поплюсь. Итак, время собирать камни и подводить итоги. Поговорим о кварцевом ламинате сквозь призывы моих ощущений. Потому что все плюсы, которые заявляют производители Фарга, я уже сказал в начале. Сейчас я просто поделюсь, что конкретно сейчас думаю. Для меня огромное подспорье и плюс в том, что у этой системы, а она, я считаю, абсолютно такая полная, есть еще и плюс. Вот плюсы собираешь, всегда проблемы. И подобрать тем более. Поэтому то, что он есть, это отдельная функция докупается, это отлично. Монтаж легкий. И самое главное, что можно набирать как слева направо, так и справа налево, то есть любую сторону. При этом сложности это никаких не добавляем. Это прямо для, скажем так, новичков будет тоже замечательным вариантом. Стыки хороши, не всегда получались раньше применить как укладки парцевого ламината. Здесь действительно все отлично, никаких проблем получается нет. Я ни разу в руки вообще киянку не взял. То есть все собиралось руками. То есть защелкивалось, двигалось нигде. И с этим трудностей не возникло. Это здорово. А если дополнить то, что действительно, вот кто мы из ребят общались за кадром, то есть всем в коллекции конкретно вот эта серия XXL прям действительно зашла. То есть отличные мягкие такие тона, есть темные ламели под дерево, прям усито смотрится, как вы видите, очень цельно и однородно. Вот по свежим следам мои ощущения только положительные. Конечно, тут еще вопрос о эксплуатации, но это уже не к нам, это к заказчикам, кто или покупатель, кто этот ламинат берет. Мы все-таки говорим сквозь призму именно монтажа. На этом видео подходит к концу. С вами были парни из камня. Делайте своими руками, делайте хорошо. Всем до новых встреч и пока. Друзья, всем доброго дня. Сегодня у нас светлый апрельский день. И мы, и нам, и вам, и кому. Всем. Как обычно, слева направо. Причем интересно, что на нас будет смотреть именно широкая часть замка. А, ну все правильно. Всегда. Сказочек, да, блядь? Да, блядь. Тихо. Вы готовы там? Да, капитан. Собирать. И мы теперь малый замок заводим в широкий. Соответственно, делаем это под градусами, где-то 15-20 под градусами. Выпивший. Выпив под градусами. Ладно. Ждем приемов кадра. Все? Все. Ну ты сядь, я посмотрю. Через минуту бы выключился, и все. Потом минуту и склеил. Один раз и так 20 роликов у меня получилось. Серьезно, они безлидут. Ну они там нету, пауз, но они 20 разных роликов. До свидания.